Лучших рукоборцев Республики собрал чемпионат Крыма по армрестлингу. Впервые спортсмены боролись за право представлять полуостров в первенстве России. Стимул попасть в сборную заставил участников показать все свое мастерство. Уже в дебютный день розыгрыша, когда за медали соперничали юниоры, организаторы зафиксировали абсолютный рекорд численности в истории турнира. Очень порадовал чемпионат среди юниоров первенства Республики Крым по армспорту своим количеством участников. Общее количество за два дня соревнований 228 человек. Самый рекордный по количеству спортсменов чемпионат за все годы. Два года назад это было 202 спортсмена, сейчас 228. Вы знаете, и сложный год, действительно сложный был для всех. Для спортсменов в том числе. Спасибо ребятам за их труд, за то, что подготовились и приехали, выступили. И знаете, благодаря этому, благодаря нашей молодежи, на которую смотришь и радуешься, мы понимаем, что у нас есть будущее у Крымского армспорта, в семье, в российской, российского армспорта. Вы знаете, я думаю, колоссальное будущее. Мы еще порадуем своих болельщиков, своих земляков отличным выступлением. И на международных соревнованиях будем привозить и золотые медали. Для Ольги Терпеловой из Судака юниорская возрастная категория уже в прошлом. Теперь титулованная спортсменка выступает среди взрослых. Адаптация прошла быстро. Ольга завоевала золотые награды на обе руки и теперь может сосредоточиться на подготовке к всероссийскому турниру. На чемпионате России будет, я считаю, что может быть в два-три раза будет тяжелее бороться, чем на чемпионате Украины. Потому что там намного больше конкуренции, намного опытнее соперницы. Объективно я оцениваю свои шансы на чемпионате России примерно на бронзовую медаль. В самой легкой весовой категории 60 килограммов лучшим оказался Кирилл Киргизов. Среди спортсменов, весящих 65 кило, в борьбе на левую руку не нашлось равных Андрею Попову. А на правую лучше всех претендентов проявил себя Нияз Измайлов из Джанкоя. Александр Безрук из Севастополя забрал обе золотые награды в весе 70 килограммов. А в следующей категории 75 медали высшей пробы поделили Николай Загребельный и Андрей Петренко. Дважды чемпионом стал еще один севастополец Михаил Орлов. Но особое внимание зрителей было приковано к категории 85 килограммов, где спустя 8 лет к столу подошел титулованный крымский спортсмен Сергей Иванов. Такой длительный перерыв никак не повлиял на силу рукоборца. Он дважды в финальных схватках поборол Евгения Янчевского. Не полностью восстановился. Веста я до того уровня согнал до 85, но силовые показатели еще не вернулись. Процентов на 70, может, я еще так. Ребята тоже выросли за то время, когда я отдыхал 8 лет. И набрали. Чемпионат Крыма уже можно сравнить с чемпионатом, наверное, Украины. И здесь звезды мирового масштаба уже, чемпионы мира. Когда я начинал, первый был, первый проходец. А теперь уже тут могут меня тоже навалять. В весе 90 килограммов также после перерыва выступил сильнейший крымский рукоборец Артем Тайнов. Последние годы боровшийся исключительно в абсолютной категории. В своем родном весе чемпион мира среди профессионалов одержал уверенную победу. Буду готовиться по полной, а там уже как стол покажет. То есть не люблю загадывать. Там очень много сильных соперников, противников, которые тоже готовятся, которые готовы выиграть. Поэтому буду стараться показать максимально, на что я готов и буду стараться выиграть. Среди супертяжей солировали Сергей Чиндясов из Бахчисарая и житель гвардейского Расим Мемет. Спортсмены стали чемпионами, соответственно, в категориях 100 килограммов и 100 плюс. А в абсолюте болельщиков традиционно порадовал зрелищный файт из вечных крымских противников Тайнова и Андрея Борского. Только на этот раз оппоненты сошлись не в финале, а в промежуточном поединке. Как и в прошлом сезоне, победу одержал Тайнов. Затем в борьбе за звание абсолютного чемпиона Артем одолел еще и Мемета, вновь подтвердив титул лучшего рукоборца республики. Не поймал свое движение, но доволен тем, что стал вторым, в принципе. Артем очень сильный, он грамотно борется, он молодец. И мы друзья как бы всегда, за кулисами боремся, расходимся как бы, ну, не враждуя. Первое командное место по итогам турнира досталось сборной Симферополя. На этом сезон армрестлинга в республике официально закрыт. А в чемпионате России крымчанам предстоит выступить весной следующего года.